Что произошло 17 марта на Ростовском посту? Ну вот, ехал с другом в сторону Воронежа, остановили и начали спрашивать, я как пассажир, роль пассажира был, у друга начали спрашивать, выпил, не выпил, выйдите из машины. Ну я предложил понюхать водителя, чтобы долго не задерживаться там или как они продувают. Ну тут не понравилось сотрудник полиции. То, что я сказал, понюхайте человека. Ну и взял, повел на пост в грубой форме, начал снимать уже на камеру, а как, другого варианта я не видел, уже защищаться. Вы зачем меня тянете? Я пассажир. Зачем вы меня тянете? Проверили удостоверение личности, проверили тебя, вы не в розыске-то. В розыске, не в розыске? А зачем вы меня матами кроете? Выкинь сигаретку, ты курю. Ты почему не трест состоишь в общественном месте? Вообщественном, я в машине ехал. Ну и зачем вы меня вытащили из машины? Зайду. И там дальше на посту сотрудник панков потребовал прекратить съемку, видеосъемку. Вышел, заломал руки, забрал телефон. Я могу снимать? На посту нет. На посту нет? Ну хорошо, потом объясните. Могу или не могу? На, пробей мне машинку. Давай удостоверение личности. У меня нет удостоверения личности. Вообще нет документов? Нет, дома. Бои, пройдем вы домой. Да нет. Домой мы не пойдем. Вон, там есть, что снимают. Я еще раз объясняю вам. Я снимаю свою личную жизнь. Зачем меня вытащили из машины? Я пассажир. Я пассажир. Зачем меня вытащили из машины и перевели на пост? Я что-то лишнее сказал? Можно не трогать? Сюда телефон положите. Можно не трогать? Хорошо, хорошо. Садили в клетку. Начал он рукоприкладство. Это как выразилось рукоприкладство? Начал бить руками сотрудник панков. Как это выражалось? Как выражалось? У тебя кулаком, ладонью? Ладонью. То есть были пощечины, правильно я понял? Ну да, да. После этого мат-перемат. Решил, говорит, буду тебя воспитывать. Я говорю, ну воспитываю. Спрашиваю, зачем? Говорю, зачем вообще бить? Зачем ты бьешь? Он говорит, ну тоже матом не хочу сейчас говорить. Говорю, тебе надо было еще больше. Когда ты вышел, вышел с машины, я разговариваю с человеком, ты выходишь и говоришь, понюхай его. А я тебе сказал, ну что, говно его нюхать, бля. Зачем нюхать? А потом за шкирку берешь. Ты не за шкирку, ты не пиздец. Когда за шкирку, это вот так. А я тебе взял. Ну какая разница за шкирку? Я не такой, первым делом с телефоном, бля. Я не такой, бля. Бля, когда за шкирку встает? А что же телефоны есть? Я понимаю, а как ты ее встает мне? Вы с телефоном не потурите как будто ни разу. Я не покажу. Ладно, все решили бы, вот. Я еще раз спросил, как к вам обратиться. Вы молчите. Пощечины, матчины, черные. А надо ебать, приемы, знаешь, в ебай, гребеси. Ебать за что, ебать? Стоишь перед телефоном, рисуешься мне. Хули тебя сказали, убери его. Убрал, убрал. Убрал, убрал. А зачем мне пощечину бить? Да ебать надо. Ебать надо. Ну отлично. Бейте. Я чем-то задержан. Мне не трудно набрать телефон, один звонок сделать. И ты будешь текать отсюда быстрее, чем нахуй ветер хуярит. Понимаешь, нет? Согласен. Поверь мне, ты голос не повышаешь. Согласен. Понимаешь, нет? Я прошел Крым и Рым, а ты ни хуя из себя не представляешь. На будущее тебе. Понимаешь? Почему вы так говорите? Потому что. Почему вы так говорите? Потому что. Потому что мне 43 года, а ты еще пацан. И что? Да ничего. Я такой же гражданин, как вы. Гражданин, граждане, уважающие себя граждане, выходит и нормально разговаривает. Уважает, в конце концов, возраст. Я возраст всегда уважаю. Стоишь, тебе сказали, убери телефон. Я вам, сыновья, огражусь. Я тебе сказал еще раз. Можно один вопрос? Да. Я вам, сыновья, огражусь. Ну? И что? Зачем вы мне такие слова говорите? Такие слова? Тебе по-русски сказали. Если бы мне сын был, послушай мне чего-то. Макс, и три раза вы мне ударили в лицо. Мне отец никогда так... А я сигарю сына за то, что он слушал. Вы знаете? И я сейчас в данный момент домой поеду и отцу скажу. И можно ваша фамилия? Можно ваша фамилия? Можно ваша фамилия? И вы представляете, что мой отец, который своего сына не бил ни разу в жизни. Что он сейчас приедет, что не в данный момент. Завтра, когда он будет. Можно ваша фамилия? Можно? Можно. Можно? Как можно? Можно показать вашу фамилию? Сейчас мы с вами на наркологию с тобой проедем. Проедем. Без проблем. Хоть наркологию. Я выпишу. Я выпишу. Ночень посидишь на понедельничке. Посижу без проблем. Посижу. Хоть 15 часов. Ты руки опусти вниз, а не кричи руками. Понял меня? Посижу 15 часов. Без проблем. Можно ваша фамилия? Можно. Можно? Да. Вашего господства? Тебе на акт не надо. Тебе сказали по милю. Еще дальше продолжать. Нет. Тебе сказали по милю. Тебе мало этого или еще продолжать? Она тебе на акт у меня по милю будет. Подожди, подожди, подожди. Не надо ничего. Он делает. Просто вы меня ударите? Мне это неприятно. Неприятно. Сами понимаете. Мне это неприятно. Дай мне рапосту его на акт. Я не надо. Не-не-не, я сказал, он сейчас поедет, ты будешь сидеть, я тебе обещаю, поверь ему, ты будешь сидеть. А знаешь, за что? За то, что я сейчас помню, послушайте. Господь, что появился вообще с вами с ним, это первое, второе, то, что ты на стационарном посту служебное помещение снимал, то есть фильм предупрещен, а если тебе это на будущее, тебе предупреждают, да, это второе, это уже уголовная статья. Решишь, да не решишь ты, мой друг. Нет, я как-то скажу. Нет, я сейчас тебе говорю, ты не решишь, нет, зачем, ты не решишь. Тебя предупредили, что в общественном месте, в служебном помещении, в служебном помещении съемка запрещена. Ты проигнорировал, первое. В пребыве была применена физическая сила. Послушай меня теперь до конца. С моей стороны? Что? С моей стороны. С моей стороны. С вашей, да. И сейчас ты поедешь. Это я молчу, физическая сила, это я чисто по-человечески разговариваю. По-человечески мне немножко, рав, давай, рав, прям, поедешь, сядь к нам, вверх, сиди. Ребят, на месте. Закончили шутки давно. Я просто, я еще раз говорю, шутки разговариваю. Вот именно. Когда, я что-то шутки делал, я вот сижу, сижу, блин, пощущенную дали, еще и рапорт пишут на меня. Ну, проблем нет. Ну, мы сейчас сели, разговаривали с вами, молитвы. С юбка запрещена, идите. Я после этого снимал, что-то, бля? Пошли. Все, иди, давай, сейчас, нарешу, у него все. Сейчас, поедайте. Апку, апку. Ну, выйди, Арман, пожалуйста. Выйди. Семь разговаривали после этого. Я сейчас объясняю то, что неприятно, то, что пощучили, или еще дает. Я объясняю, еще раз объясняю. Я 20 повторять раз не буду. Сказали, съемка запрещена на баску. Я себя снимаю безопасно, что ты безопасно пишешь. Ты слова подбирай о безопасности. Филологически научить. Послушай меня теперь до конца. Надо филологически научить. Послушай, потом я скажу. Понятно, нет. Сказали, запрещено. Значит, запрещено. Сказали нельзя, значит, нельзя. В конце концов, я не пиздюк, чтобы у меня эти телефоны не снимали. Вот именно. Я еще раз дальше продолжаю. Второе. Третье. Это административное здание. Это служебное здание, в конце концов. Где ведется видеонаблюдение. И идет, извините, съемка. В конце концов, здесь радиообмен происходит в системе. Снимай, еще раз повторяю. Это запрещено. Это нарушение конституционных прав. Снимать в служебном помещении. За это у нас, извините меня, есть уголовная статья. Если ее развить побольше, что при этом была в виде ориентировки, можно закрыть. Можно много чего сделать. Теперь можно, я скажу, командир. Сам понимаете. Человек меня вот так вытаскивает, я с ним общаюсь, вот так за шкирку. Реально мне очень неприятно. Я еще раз объясняю. Он общается с водителем. С водителем. Не надо лезть. Я меня останавливаю. Мою жену останавливаю. Я никогда не выхожу, не лезу. Потому что я не имею привычки. Люди занимаются своими конституционными обязанностями. Согласен. И они не лезут никуда. Послушай меня. Послушай меня теперь до конца. Я простоял на этом посту 22 года. Я знаю, начиная от первых, извини меня, еще старых армян. Я знаю всех армян. Я знаю Гаррика. Я знаю Ашота. Я всех знаю. У меня мой лучший друг, мой лучший друг, который подарил мне мотоцикл. Это как раз Арсен попадя. Он сейчас, извини меня, уехал в Москву. Он сейчас в Москве. Он скрывает. Потому что я не люблю, когда, извини меня, люди, извини меня, одной и той же верой стоят мне мозг ебут. Да, одной и той же верой. Мозг ебут. Понимаешь, нет? Веди себя как армян, а не как азербайджанец. Надо с телефоном набегать. Вот. Красиво ты сказал. А что? Ну я... Нет, то, что да, одной верой. Мне просто не пора за шкирку. Мне Гаррика стянет сюда. Я еще раз. Рецидивист. Я не останавливаю. Останавливаю всех. Гаррика, зять останавливают. Приезжают, подъезжают. Они нам привозят. То водичку привезти. То Армена, Архыз чей? Армена племянники приезжают. Ассы, Архыз, да. Да, да, приезжают постоянно. Ко мне приезжают сюда. Они, понимаешь, привозят. И я знаю прекрасно. Понимаешь, я прикажу на свадьбу. У них на свадьбу гуляют. Но никогда в жизни мне, они, мои ровесники, их дети, вот так вот, телефоном, потому что я смотрю. Вот последний, как его зовут, я не знаю. Каен, сейчас скажу. 950 НКХ. Каен, это такой. Ашота. Выставка? Да, да, зять Ашота. Извини меня. То же самое. Потом Ашот приехал. Я не поленился. В 3 часа ночи я поднял. Вот он стоял его, хуесосил при мне. Потому что он сказал правильно. Мне понравились его слова. Извини меня. Мои друзья. Это мои друзья. Это твои. Извини меня. Они тебе в отцы годятся. А ты стоишь мне рассказываешь. Понимаешь, нет? У меня сын. У меня сын. Сын. Никогда себя не позволил бы разговаривать на повышенной тонах или брать телефоны или что-нибудь. Если вы стоят взрослые люди. Понимаешь, нет? Это от воспитания зависит. Понимаешь, нет? Еще дальше продолжаю. То, что, извини меня. Если ты выпил, если тебе хочется поговорить, самоутверждаться над своими друзьями. Не со мной здесь. Самоутверждаться на будущее тебя. Вот самоутверждайся с друзьями. Показывай свою значимость. При мне это делать не надо. Потому что я уже прожил свою жизнь. Понимаешь? Это уже дети взрослые. Это бесспорно. Это бесспорно. А то, что пощечину ты получил, извини меня. Ты знаешь, за что цыган пиздит сына своего? Да я с цыганами... Я тебе рассказываю. За что? Не надо мне привезти к цыганам. Я тебе рассказываю. Армян приводи, но цыган не надо. Ты никакая разница. За то, чтобы языком не пиздел. Уважал старших. За помню. Вот за это. А не за то, что ты такой ездишь. За меня, меня. Я с армянами дружу. И меня армяне уважают, в конце концов. Ко мне Карен 036-55 вчера подъехал. Подъехал. Какой? Он у Слагелики ездит. Слагелика? А, да, на Слагелики он буквально. Подъехал ко мне и привез Магдаревич. Он просто знает, что, извини меня. Знает, что я дружу с ними. Я дружу со всеми. Я на похоронах был, когда разбились на Лексусе. Когда главарь и все. Понимаешь? Ты дохуя не знаешь. А вот так пиздит. Зачем ты с телефоном? Сейчас хочу объяснить. Вот мне дают. Слушай. Вот сейчас вот товарищ стоянул. Вот мой водитель вышел. Он говорит, ну-ка, дыхни, 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 дыхни. Я говорю, командир. Он 100 грамм выпил. Ну, что ты подъемишь? Ну, он тебе в отцы гонит. За что ты подъемишь? Ну, я сто раз бы извинился. Ну, зачем ты вообще подъемишь? Люди на работе находятся. Зачем ты подъемишь? Люди находятся на работе. Зачем мне подъемишь? А если вот так вот согласен. Ты послушай меня. Ездит ты с девушкой. Ездит ты с девушкой. А я к тебе подхожу так просто, не инфор, не граждан, подхожу, скажу, там, извини меня, что тут все за шалалок посадили, ты мне что скажешь? Ну, да, я тебе ебалок, да, начнем залупят, ну, залупят, водитель. Тогда, извини меня, когда к тебе подходит инспектор, что за банки такие, что за это? Я задам один вопрос, вы все знаете, вы свои права знаете, это не скажи, когда началась Вторая мировая война, если вы все знаете. А, вы знаешь, нет? В 41-м. Правда, что ли? В 39-м? Что? В 39-м. Ну, как вы? В 41-м. Я смотрю, с какой стороны посмотрю. В какой месяц расскажи? По истории если. Ну, сейчас начнем по истории. Я тоже сейчас начну другие даты рассказывать, потому что вы не можете знать, правильно. Зачем мне рассказывать, извини меня, понимаешь, если ты знаешь свои права, ты знай тогда полностью все, свои, извини мне, обязанности, а не только права. А то вы начинаете мне рассказывать, один а то рассказывает, из телефончиками. И что за привычка влазит или что у нас нет, и история, извини меня. Что же вы текаете, когда подъезжают ваши старшие братья, родственники? Когда они вам говорят, что все свободно, до свидания. Я никогда за старшину не беру всерьез. Я человек, в конце концов, у меня есть свой характер. И подъебки, и подъебывать меня не надо. Я прожил жизнь, я посетал ребенка. А подъебывать мне не надо, извини меня. Начинают. Один подъебывает, потом извиняется. Второй сначала показывает свою значимость. Потом ходит, жалуется. Третий наобветает. Рассказывает, как ему все хуево, и что я должен всех понимать. А что же меня никто не понимает? Да я наоборот с вами дружусь. А что же я 12 часов здесь стою, и никто не скажет, ты устал или не устал? Я говорю, я говорю. Лично я говорю. Ты с телефона вышел сначала снимать. Обычно я всегда говорю. Потому что до шкурки взяли, блин. Сначала ты вышел. Потому что сказали, что тебе сейчас на наркотики проверю. Меня. Мне повели, стали. Нет, сначала водителя взяли. Меня сказали. Вот спросите у него. Нет, я стою сверху, видно, что все. Он сказал, сейчас мы тебя на наркотики проверим. Ну, сказали, говорит. Да, да. Ну, во-первых, не наркотики, не так сказали. Ну, наркотики не проверили тебе. А на что? А, пусть проверили. Я дружу со всеми, понимаешь? Я дружу. Меня знают все. Всем я знаю. Он у меня прадик, 64. И сын есть, 95. Он такой. Меня знают все. Наши школу все знают, ребята. Я в бане туда прихожу. Даже уже не звоню. Раньше звонил, а теперь это Джозефина. Я вообще даже не звоню. Понимаешь? Если даже твой отец узнает, что ты так вот ведешь себя, я не знаю, как он тебя отнесет. Ну, нет. Вот честное слово. Я никогда. Просто мне не понравилось, что граждане были на наркотики. Какая разница? Иди, Серега, держи. У тебя в руках. Как же на тех, что мы видим? В 22.00 поступило сообщение от гражданина о том, что были в отношении его противоправные действия от сотрудника дорожной патронной службы на Ростовском посту. Приехали ко мне за мной, продемонстрируя у меня запись, которая есть. И мы приехали непосредственно на пост. На пост мы прибыли уже в 23.00. Вызвали ответственного, вызвали следствия оперативную группу. То есть мы сообщили по телефону доверия главного управления МВД на Володарского. Примерно в 2 часа ночи гражданина, сотрудника дорожной патронной службы, захотели о свидетельствовании обвинения алкогольного, наркотического. Мы отказались от данной процедуры, так как он не обязан ее проходить. Но у них полномочий нет на данную процедуру, так как он не является водителем. В 7 часов утра, то есть до этого никаких бумаг больше не составлялось, в 7 часов утра доставили его в Новоусманский отдел, где составился материал по 19.3, часть 1, как неповиновение законного требования сотрудника дорожной патронной службы. Выражалось это якобы со слов инспекторов ДПС, что он матерился и не прекращал материться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова